Всем привет! Малинде, Суахили Малинде. Также известен по португальскому названию Мелинда, Порт. Малинде, портовый город на юго-востоке Кении, административный центр района Малинде. Город расположен на берегу одноименной бухты Индийского океана возле устья реки Галана. Коралловые рифы служат защитой Малинде от океанских штормов. Малинде находится на расстоянии 120 километров к северо-востоку от Мамбасы, административного центра прибрежной провинции. Население округа Малинде по данным переписи 1999 года насчитывало 117 735 человек. В самом городе на август 2000 года проживало около 70 тысяч человек. По данным на 2009 год население Малинде составляет 118 265 человек. Основу населения города составляет народ Суахили, представители других бунтуязычных народов, Пакома и Меджикенда, в частности, Герьяма. Большая часть населения города исповедует ислам. Современные археологические находки позволяют предполагать, что уже с IX века на территории современного Малинде существовали рыбацкие поселения, близкие по культуре к таким же у нынешних Пакома. Малинде известно как прибрежное поселение Суахили с XIII века. Некоторое время этот город даже соперничал с Мамбасой из-за доминирования в этой части Восточной Африки. Традиционно он был портовым городом с иностранными представителями. В 1414 году Малинде посетил знаменитый китайский путешественник Чжэнхэ. По этому случаю местный вождь направил ему личную охрану, а в подарок в Китай снарядил на корабль жирафа. Португальский первооткрыватель Васко де Гамо посетил Малинде в 1498 году с целью заключить с местными правителями соглашение на поставку проводников для его путешествия в Индию. Тогда же был возведен и до ныне существующий коралловый столб по этому случаю. Уже в следующем 1499 году, португальцы обосновались в Малинде и основали здесь торговую миссию, а город с тех пор часто служил гаванью для европейских судов, шедших в этой части Индийского океана. В 1541 году в городе несколько месяцев проживал известный иезуитский миссионер Франциск Ксаверий. Примерно в 1630 году город попал под власть Португалии, и в дальнейшем его судьба во многом схожа с судьбой Мамбасы. Во время Второй мировой войны Малинде подвергся бомбардировке итальянскими войсками. 24 октября 1940 года. Сегодня Малинде – значительный туристический центр. Особенно он полюбился туристам из Италии. До наших дней в неповрежденном состоянии сохранилось немало из традиционной суахильской застройки. Старый город, включая главную мечеть и дворец на пляже. Южнее Малинде сохранились средневековые руины Гидио. Подавляющее большинство населения Малинде и прилегающих территорий занимается сельским хозяйством и рыбоводством, однако базовой отраслью экономики города является туризм, в первую очередь международный. Крупнейший курорт рядом с Малинде – в атому с национальным морским парком. Транспортная сфера представлена автобусным и автомобильным сообщением с Мамбасы и Ламу, опосредованно – со столицей Найроби. Однако главное значение имеет аэропорт Малинде. В открытом море недалеко от Малинде расположен Броглио Спейспорт – космодром морского базирования Сан-Марко, которое использовало итальянское космическое ведомство в сотрудничестве с НАСА. Космические запуски производились с 1964 по 1988 год, после чего платформа «Космодром» была законсервирована. В Молы Ди Эфрика итальянской писательницы Сара Кардели описана трогательная любовь главных действующих лиц ее романа в Малинде. Также затрагивается тема секс-туризма, актуальная для курортных городов на восточном африканском побережье. Большая часть событий в романе «Our Wild Sex in Malindi» московского писателя Андрея Гусева происходят в Малинде и в недалеко расположенном древнем Ламу. В романе описаны несколько лет жизни в пригороде Малинде русского писателя Энди и его жены Дженнифер, которая родилась в Кении. Песня «Ясой Малинди» записана певцом и музыкантом Ясой Кала Кена в альбоме «Нда Канал». Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи!